Бегать по магазинам это очень много времени, а заказать намного проще. Пришли самые интересные посылки, причем все в одной куче пришли. Огромные кучи. Это так приятно, покупать для пёселя всё. Бесконечно. Мы еще представляем, как он будет во время Сашиного созвона играть в неё. Все сомневаются, сможем ли мы, есть ли у нас на это время, есть ли у нас на это возможность. Кто, если не мы? Я не знаю никого более ответственного, никого более заботливого. Ребята, нам уже знаете, сколько лет? Само то. Само то для пёсика. А когда, если не сейчас? Оставайтесь с нами, ждите знакомства. Знакомства. Ребята, всем привет! Я пришла с работы. Посмотрела, что у нас остался крем чистый. Думаю, дай-ка я за фигачу. За фигачу нам суши. Поэтому я сейчас занимаюсь сушами. Сашка работает. Еще, знаете, что хотела вам рассказать? Что у нас же скоро пёсель появляется. Вы уже знаете, что мы обо всем договорились. И уже вот скоро за ним поедем. А к пёселю мы ничего не купили еще. Потому что у нас очень мало времени. Как бы мы заказали все. Мы решили, что так бегать по магазину это очень много времени. А заказать намного проще. Тем более в Польше это суперудобно. Заказал, через день, полтора, два тебе уже привезут. А мы уже заказали там очень много. Оттаскать прям тяжело. Поэтому ждем посылку. Я думаю, что в этом видео будет как раз-таки посылка. Там огромнейшая закупка. Наверное, на злотых 500. Сашка, не помнишь? Ну, примерно на 500 злотых мы заказали. Собственно говоря, как я и говорила, Сашка работает в этом бардаке. А бардак, потому что вот у меня тут суши, понимаете. Мне очень важно. Чтобы вы понимали, здесь у меня на планшете я видюшки смотрю. Здесь у меня полностью... Я все приготовила к суши. А тут у меня... Ой, это кисся-мися какая-то. На самом деле, я что-то там смешала и с крабовыми палочками, и получился такой невероятный вкусный вот этот соус. Ну, не знаю, смесь такая. Рыба красная, авокадо. Наоборот, авокадо, огурец. Перчик испанский обязательно, потому что он лучше сладкий. Курочка, неотъемлемая часть всех наших суш. И рис, и нори. И Сашка. У нас тут настает активное посылочное время. Большая часть, конечно, связана с песиком, но не только. И вот одна из посылок, которая не должна быть с ним связана. Почему-то она такая огромная. Это странно. Хотя здесь, по идее, очень мало содержимого должно быть. Да. Вот это вот все в такой коробке. Спасибо, конечно, что такую огромную коробку нам притащили. Здесь всего лишь 3 пачки листов нори. По 50 штук. Мы всегда их заказываем. Они очень хорошо для суши подходят. Ну и в целом. Да. Вот ради вот этой упаковочки такая коробка. Все. Пришли самые интересные посылки. Причем все в одной куче пришли. Огромные кучи. Наш любимый курьер их доставил все вместе. И как раз все 3 они связаны с песиком. Сейчас очень интересная распаковка будет. И по поводу курьера всегда у нас как-то смешно получается. когда есть возможность выбрать кто именно принесет эту посылку мы выбираем нашего курьера. Обычно даже когда нет выбора чаще всего. Ну а когда есть мы выбираем его дичей и все время А, точно. И вот он все время приходит и мы знаем, что он придет и мы его выбираем. Если есть такая возможность. Ну все, давайте распаковку. Ребята, вот эта гора посылки Лык, лык, лык. Это наш. Точнее, все песино. Ничего там нет. Подожди, еще давай скажем, что это так приятно покупать для песино. Все, да? Да. Давай начнем с любой. Неужели. Знаешь? На какой тебе глаз лежит? Так, тут намет, конечно, есть. По слову, грумер. Ну так какую-то как будто еще какие-то есть сайты. Грумер, зумер. Зоомагазин. Итак, первая распаковка. Вижу щетку. Я смотрела видео и чтобы понять хорошую щетку мы купили или нет, она должна быть мягкой, ну приятная. Ну она как бы она металлическая. Ну да. Вот проведи мне по руке. Это такой проведи мне вот здесь. Да. Ну конечно она ну не ужасно. Ну надеюсь ему будет комфортно. Ну мы выбирали такую чтобы нормальная была. Ну она не такая глубокая. Ладно, еще я стрела, что для маленьких, он же у нас маленький, ему же только 3 месяца можно такую массажную щетку. Мы будем смотреть по обстоятельствам. Дальше. Ну в такой семье как мы, где мы любим следить за зубами, мы не могли не купить, точнее мы обязаны были, да, Сашка, купить это щетки на палец, чтобы чистить зубы щенку нашему щупе. А, они разные. Одна цепочка. Да, там разная. Давай посмотрим. Надень меня на палец. О, идеально. И вот так мы будем чистить зубки. Сашка. Ой, на мой палец прям. Это не очень. Так ты на мизин... Так она же раздвигается, видишь? На любые пальцы. Короче, это тоже важная покупка, ребят. Я прочитала, что... Нет, видя, наверное, посмотрела, уже не помню, уже читала, что обязательно нужно чистить зубы пёселем, иначе у них там к восьми годам может уже не быть зубов. И плюс у них камень. Я даже читала, что пёселем делают ультразвук. Чистка. Ну, чистка ультразвука. О, это супер важная вещь. гребень. Это проверять, есть ли у него колтуны или нет. Это очень обязательно, так как у нас длинношёрстная собака. Это важная вещь. Блин, так прикольно. Не могу. Сашка, расчеши себя. Почти проходит. Нет у тебя там колтунов. Прикольно. Дальше. О. Это шампунь. Это шампунь? Ну, я распакую. да, да, распакую. Ребят, расскажи про шампунь. Его надо разбавлять 1 к 68 или сколько там? 1 или это отживка это разбавлять? Кондиционер 1 к 64 на шампунь. Ну, сейчас узнаем. Он тоже в концентраторе. Да. Короче, мне кажется, нам этой бутылки хватит на очень долго. мы часто. но нашего пёселя, да. Говорят, что нужно мыть пёселя по мере необходимости. То есть, может быть, и 2 раза в неделю. Будем смотреть. Ребята, у нас вообще всё новое. Новый этап в жизни. Такой приятный, да, Сашка? Вы не представляете, как мы его ждём? Сашка, ну скажи, как ты его ждёшь? 15 к 1, А, 15 к 1. А вот такой шампунь. Кстати, шампуни очень дорогие вот для пёселя, скажи. Да, конечно. Вообще. Ну, они же разбавляют. Ну да. И там уходят, тем более его потом ещё вспенят. Ну это... Его уходят очень мало за раз. Ну да. И плюс, это же, ну чаще для грумеров такие, знаешь, объёмы продают там по 5 литров, ребят. Есть по 5, но уходят. Ну по 250 миллилитров как-то маловато, кажется. Ну мы любим оптовые закупки. Да. Поэтому 500 на самый раз. Угу. Следующий у нас, Сашок, что? Кондиционер. Который нужно разбавлять. 1 к 64. Прикиньте, как это посчитать, блин, 1 к 64. Какой-то полкапли. Надо, короче, ещё какой-то контейнер приобрести. вот это вот до 32 литра готово средство из вот этой бамы. Ужас. Дальше. И самое классное, такое милое. Мы купили вот такой симпатичный ошейник. На очереди у нас посылка номер 2. Мы, знаете, что, не будем говорить стоимость каждой посылки, потому что, ну, это сложно, наверное. Просто общую сумму, да, Сашка? Ну, да, я посчитаю. Ну, я помню, что примерно 500 ушло. Злотых, естественно. Конкретно эту посылку я могу и так сказать, я помню. Ну, скажи. Это 67,90. Вот это белое? Вот это. А, ну, так это же фен, конечно. Посылка из одной штучки состоящая. Ребят, мы заказали еще фен. Это тоже, ну, это для нас двоих, для пёселя и для меня, но мне не нужен фен, ну, будем вместе пользоваться, но это тоже обязательное приобретение, потому что сушить пёсель феном нужно, а тут иначе так он будет очень долго сохнуть. Короче, нужно полностью просушить шерсть пёселя, это обязательно. Поехали дальше. Да. Просто фен, бедный. Ну, недорогой, мощный. 68. Ну, и там всё остальное, я так понимаю? Да, ну, тут есть чек. А, есть чек. Скажи, сколько? А, это из предыдущей 138. О, Сашка открыл самую большую. Это из магазина Зооплюс. Угу. О, ля-ля. Ути-пути. Тут капец сколько. Шерсть. Мне кажется, мы ещё такую огромную посылку, чтобы никогда не заказывали. Да. Бесконечно. Так, дай заглянем. Тут хотя бы складное. Угу. Я думаю, вы уже на первый взгляд немножко поняли. Ой. А, ну, не так и много в итоге. Ну, да, самая большая это, конечно, клетка. Дай. Да. Я даже не знаю, что сказать, у меня какие-то такие смешанные эмоции. Так рада. Ну, как смешанно, просто я рада. Весёвая, начало. Это пелёнки для пупсика. Ой, такой, посмотрите. Посмотрите на эту золоткую пирожочку. Так, это что? тут какая-то... Каталог? Или каталог? О, книжка со скидками нам нужна. и вообще с рекламкой магазина. Ну, магазин реально классный. Мы уже воспользовались скидкой на первый заказ. Угу. процентов. И там, ну, много бонусных каких-то вариантов сэкономить. Ну, мне понравилось это. Ну, о! Так у нас пёсик-то маленький. Это капсула, куда нужно будет сложить ну, там, номер телефона. Номер телефона. Ну, адрес, наверное, не очень безопасно, да? Номер телефона. Но это обязательно, вот говорят всякие знающие люди и в книжках всяких пишут, что это обязательно как бы техника безопасности для пёселя. Следующее. Это бутылочка и для поездок, поскольку мы будем ездить. Часто ездить и ходить и даже вот в первый день нам это понадобится. Вот захочет он попить, а у нас всё готово для него. Ну, может не суперудобно, но зато всегда есть. Зато у него будет водичка. Ну, вот и как скажете, мы молодцы, подготовились? Сашка, ребят, мне говорите, мы так знаем, что вы в шоке от того, как мы подготовились. Дальше. Ой, ну это самое классное для него это всякие пресс-маки. Вкусняшки для задабривания, для тренировок, для всего. Для задабривания. Подожди, дай посмотреть поближе. Там такой счастливый песен на фотке. Блин. Я надеюсь, что это вкусно, потому что тут разные штучки. Ну, мы будем пробовать. надеюсь, что ему будет вкусно. Что еще там у нас? Ну, это прогулочная. О, крой. Прогулочная. Я не знаю, как это, жилетка называется. Жилетка. Блин, он не настолько же маленький. Подождите, мы выбирали XS, XS, а хотя он такой маленький, наверное, все-таки. И непонятно. Да он маленький. Ну, пушистый, но маленький. Там такой медведь. Ой-ой-ой, XS мы взяли. Конечно, блин. Да ладно. Ну, сначала будет XS, там потом S, и все. И закончится. Думаю, что больше он не будет. Блин. Короче, вот так будет ходить будем его выгуливать. Даже со световыращающими. Да. Короче, это для выгула. Тебе, может, стульок, Сашка, дать, чтобы сидеть? Ну, и в комплекте. А, ну, это... А он должен быть... Сколько он метров? До двух. До двух. Ну, пока он маленький, мы его сильно... Ой, а как это? Сильно далеко отпускать не будем. Что-то я ничего не поняла сейчас. И как это работает? Ладно, потом разберемся. Ну, короче... Ну, а то мы сейчас будем пол-видео. Угу. Дальше. Ну, это для начала кормежки. Угу. Ну, такой набор минимальный. Дальше будем смотреть. Может, побольше, покрасивее, что-то подберем. Ну, это тоже ничего. На первое время, да, такое удобно. Прикольно. И очень удобно, что он такой на подставочке, то есть, мне кажется, ему будет комфортно. Ну, в принципе, для маленького персика хватит такого объема, дальше. Посмотрим, он будет такой же обжора, как и мы, Сашка, который будет топтать целыми днями. Так, а вот это та самая важная вещь для зубов. Это пёсе зубная паста. Спасибо, пожалуйста. Думаю, он нам будет очень благодарен, Сашка, что у него будет столько ритуалов чистка, расчески. ещё для гигиены. О, ещё для гигиен, да. Это когти обрезать, а вторые ножнички это для того, чтобы ему возле глазок, вот мордочку, там, ну, обрезать. Места важные. Опасные. У них такой тупой кончик, вот, чтобы его не поранить. Ну, и самое интересное, самое интересное, наверное, всё. Это комплект, да. Ну, наверное, соберём и покажем, да? Да. И вот так это всё выглядит. Мы планируем, что это будет в дальнейшем его клетка, и она будет стоять вот тут, возле этого диванчика. В дальнейшем это будет, как бы, не только его клетка, а его комната личная. Мы там накидаем ему вкусняшек, накидаем его, потом узнаем любимых игрушек. Мы уже одну купили, но она такая смешная. Посмотрите. Хрустящая, пищачая. Давай. Классная. Бешеная белка. Бешеная белка. Погрызнуем. Мы ещё представляем, как он будет во время Сашиного созвона играть в неё. Надеюсь, она станет его любимой. Мы её, знаете, где купили? В Пепко. Увидели, не удержались. Ещё купили для него полотенечко и мусорные пакеты. В принципе, посмотрим, что ещё даст заводчик, но мы готовы. Заводчик сказал, что что-то даст. А что? Корм? Наверное. Заказывать дополнительно. Тоже планируем, ну, скорее всего, попробуем заказать с того же магазина, вот Зооплюс. Там хорошие скидки, выбор большой. И вот тот весь заказ, огромная коробка, 239 злотых. А то уже со скидкой. Ну, короче, в сумме скажи, сколько? Где-то 450. Да. Ну, плюс полотенце, игрушка, где-то, ну, может, и под 500 за первую, за пару дней подготовки. Ну, да. Но это просто потому, что вот у нас ничего не было. Нам надо много всего. Да, нам надо много всего. А мы очень ответственны. заботливые. Ответственны и заплатливые. Мы не можем допустить, чтобы ему было плохо, чтобы чего-то не хватило, да. Мы обязательно на... Мы, короче, ответственны, ребята. Короче, мы уже ждем, ждем. Ладно, все, короче. До встречи, ребятки. Сашка, мне нужно с тобой очень серьезный вопрос обсудить. Ты готов? Да. Ты обещаешь отвечать правду, только правду? И ничего, кроме правды. Так точно. Александра, ну, ты примерно понимаешь, на какую тему я хочу завести разговор. Тема, это не выходит. с головы. Мы все по поводу пёселя, все беспокоятся. Ну, не все, а как бы кто нам писал, кто под комментариями, да. Как бы родители, родители тоже. Как бы все сомневаются, сможем ли мы, есть ли у нас на это время, есть ли у нас на это возможность. И все-все-все-все в таком духе. Ты как глава семьи, Александрочка, ну-ка расскажи. Ну, я считаю, что, ну, кто, если не мой? Я не знаю никого более ответственного, никого более заботливого. Ну, я знаю, мы уже прочитали книжку, еще собираемся почитать некоторые книжки по воспитанию, по как вообще работать с пёсиком, что делать, как воспитывать, как там выгуливать, как кормить, всё. Ну, конечно же, зов сердца никто не отменял. Ну, и так мы чувствуем, мы знаем, да. Мы закупили все необходимое на первое время и даже не на первое. Ну, и нужно, вот еще хотела добавить, что, конечно же, будут какие-то ошибки. Ну, это неизбежно, ребята, ну, конечно, это первая наша собачка, дай бог, и последняя, пусть она, и пусть он всю жизнь проживет с нами, да. Ну, конечно, будут какие-то ошибки, но самое главное, что мы знаем для себя, чтобы нам было комфортно с ним жить, и ему с нами, то мы знаем, что делать. Ну, время на него у нас точно есть. Ну, я работаю из дома. Всегда. Могу выливать его много раз в день, ну, первое время, понятно, что часто надо будет выбегать. Пока он щеночек. Да. Как бы, график дня легко корректируется, собаки подстраиваются по дому жизни хозяев, если все правильно делать, а мы... Все правильно рассчитываем делать, да. А я работаю с 4 до 6 часов, ну, то есть редко, когда там 6, и тоже будем успевать, да. Ребятки, ну, вы следите за нами. Если что-то не так, пишите. Да, ну, понятно, будут вопросы по воспитанию, по отбору корма, ну, все такое, ну, это обычные какие-то хлопоты. Это с этим все сталкиваются. Мы готовы путешествовать. А, по поводу путешествий, Ну, это, конечно, тоже обдумывали, потому что многие люди писали. Ну, мы не такие бешеные путешественники, которые без этого жизни не представляют, так как можно путешествовать не на самолётах. И вокруг Польши куча классных стран, в которые можно на автобусе, на поезде доехать за пару часов. А, как нам известно, поезд, и автобусы можно с пёселями. И же найти жильё с пёселем на Airbnb, как, извините, нефиг нафиг. Но это же можно найти. А в отеле мы в обусе никогда и не седем. И никогда и не жили. Ну, редко мы жилём в отелях, когда это дешевле, чем Airbnb. Мы всегда живём там, где выгодно. Ну, желательно со своей кухней. Это всегда. Да. Вот, когда есть своя кухня, это вообще идеально. Нам нравится готовить. Особенно в других странах, да, нам нравится. Но это уже другая тема. Ну, короче, ребятки, конечно, мы сталкиваемся с непривычным для нас, как это сказать, этапом. Ну, этап. Но мы его хотели, мы его ждали. И всё, короче. Короче, всё будет хорошо. Конечно, неожиданности бывают, но в целом мы, я считаю, что мы готовы. Я тоже считаю. Ребята, нам уже, знаете, сколько лет? Само то. Да, самое то для пёсика. А когда, если не сейчас? Если мы отложим и сейчас, то... У нас стабилизировалось всё более-менее. Ну, мы знаем, что мы ещё как минимум на год здесь живём, поэтому как раз можно... Здесь мысли в этой квартире. Ну, и вообще в городе. Ну, да. Мы думали раньше о переезде, но сейчас всё так складывается, поэтому самое время. Угу. Так что всё, ребятушки. спасибо вам в любом случае за то, что пишете. Ну, это реально... Многие очень делятся своим опытом, и это очень классно. И благодаря вашим комментариям мы тоже смотрим. Угу. Хорошо. Вот это нам нельзя сделать. Так что... Уже откроем вам секретик, что скоро будет видео. В следующем видео будет знакомство. Будет знакомство с Пётелем. Мы уже поедем за ним. Зав... Послезавтра. Послезавтра уже уезжаем. Всё, ребятки. Так что... Мы... Мы собираемся с силами, готовимся морально, собираем всё с собой, и уже... Ну, хотя бы сегодня уже поехали. Я бы уже тоже сейчас бы собралась, уже забрала его, наконец-то. Уже не могу его ждать так долго. На нашу шоколадку. Ну, всё тогда, ребятки. До встречи. Оставайтесь с нами, ждите знакомства. Знакомства. И ставьте, пожалуйста, лайки. Лайки, лайки, лайки. Всё. До видения. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok